Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья! Сегодня в эфире сессия про искусство и технологии. И эту сессию будем вести мы вдвоем с моим коллегой Денисом Белькевичем, который, я надеюсь, подключается сейчас. Денис, привет! Да, Света, здравствуй! Да, привет! Меня зовут Светлана Мэйр, я управляющий партнер Департамента налогов и права компании Deloitte СНГ. И со мной Денис. Денис, надеюсь, сам представится, он много чем занимается. Но сегодня мы будем говорить об Артеке. И у нас там есть презентация, надеюсь, что мы на нее скоро переключимся. Соответственно, прежде чем я попрошу Дениса рассказать, наверное, сегодня Денис в основном будет говорить о том, вообще, что происходит в мире Артека, какие есть интересные проекты, какие есть интересные начинания. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотела бы рассказать вообще, почему я здесь нахожусь, поскольку вроде как я занимаюсь налогами и вдруг оказалась вот в такой немножко неожиданной роли. Дело в том, что в Deloitte мы полтора года в России развиваем направление искусства и финансы и предоставляем услуги игрокам рынка искусства и также проводим многочисленные исследования. Самое большое из них – это наше глобальное исследование, которым заведует наш офис в Люксембурге. И в этом исследовании мы как раз смотрим на то, каким образом развивается рынок искусства и каким образом ему может помочь мир бизнеса и мир финансов. То есть вот все эти тренды, которые на стыке, мы как раз исследуем. Последний такой отчет выходил примерно год назад. Мы его презентовали как раз в октябре, да, действительно, ровно год назад. И тогда мы пытались ответить на вопрос, что сделать, чтобы рынок искусства в мире, глобальный рынок искусства, рос. И также пытались найти причины, по которой он растет не так быстро, как хотелось бы. И ответ, который, в общем-то, мы нашли, опросив тысячи игроков мира искусства, был в том, что рост уменьшает отсутствие прозрачности. И дальше, в общем-то, отчет как раз смотрит на то, что такое прозрачность, как ее повысить и какие тренды могут позволить действительно вывести рынок искусства и развитие рынка на новый уровень. Там мы говорили про регуляторные изменения, там мы говорили про необходимость образования, там мы говорили про необходимость международного взаимодействия. И, наверное, одним из ответов на вопрос, а как же повысить прозрачность, как повысить уверенность тех, кто инвестирует в рынок искусства, тех, кто покупает искусство, ответ был, нужно развивать технологии. Как раз технологии помогают найти ответы на многие вопросы. И технологии, которые развиваются за пределами искусства, могут быть внесены в этот как раз мир и совершенно прекрасно действительно найти ответы на многие вопросы. И вот здесь как раз есть у нас примеры тех технологий, которые используются в мире искусства, и как раз Денис о них поговорит немножко более подробно. И есть достаточно такие впечатляющие цифры опросов, которые говорят о том, что и коллекционеры, и эксперты в области искусства верят, что технологии действительно помогут развивать это направление. Когда мы смотрим на то вообще, что происходит с проектами именно в Артеке, с стартапами в Артеке, вот здесь есть красивые цифры, которые как раз Денис нам помог обнаружить, что в течение 8 лет с 2010 по 2018 год в проекты по Артеку было направлено 600 миллионов долларов. На самом деле, действительно, цифра вроде бы большая, но, наверное, не такая большая, как если мы посмотрим на другие области. И сейчас как раз, вот я, наверное, хочу уже, Денис, тебя попросить прокомментировать. 600 миллионов, очень красиво, красивые технологии, искусство действительно на подъеме. И мы видим, что, наверное, за последние полгода особенно много произошло изменений с точки зрения и выхода в онлайн, и поиска каких-то новых инструментов. Насколько мы говорим о действительно какой-то интересной для инвесторов истории, и насколько это не просто какая-то нишевая тема, о которой просто интересно поговорить, но не более того. Во-первых, спасибо большое за приглашение, спасибо за представление, приглашение и сегодня на эту панель в Сколково, и приглашение поучаствовать уже во втором подряд глобальном отчете Deloitte Art Finance от СНГ с цифрами, с интересными идеями, с технологиями. Действительно, мы все это для, наша компания для отчета все это описывала и систематизировала. Немного о себе. Я являюсь экономистом в области искусства. Экономист в области искусства занимается тем, что переводит цифры в искусство, а искусство в цифры. То есть, фактически, это аналитика, которая позволяет использовать искусство в качестве финансового инструмента, прогнозировать капитализацию художников и, собственно говоря, заниматься тем, что называется, арт-инвестированием. В последние несколько лет лично я больше занялся технологическими продуктами на стыке искусств и технологиями, технологическими, арт-тек-стартапами. И даже с этой целью мы в прошлом году в Нью-Йорке совместно с бывшим вице-президентом компании Артнет Роксаной Зарнагар открыли первый вертикальный акселератор для арт-технологических стартапов, который называется FuelArts. И, собственно, год назад на конференции Deloitte мы его и презентовали в Монако. Также, судя из моей подписи, да, я являюсь главным редактором портала, ведущего портала, рассказочного об инвестициях в искусстве, который называется «Арт-инвестмент-рубку». Милости просим, заходите, читайте, всегда свежая аналитика, мировые тренды под нашим ЗОСом понятным и доступным языком. Так вот, если мы говорим о технологиях в искусстве, нужно, комментируя сказанное Светрик, сказанное Deloitte, нужно отметить, что технологии всегда сопровождали мир искусства. Как только что-нибудь даже в Древней Греции появлялась в области технологий, Архимед изобретал винт свой, то его тут же брали на театральные подмостки. А первые же эксперименты с машинерией в средние века они приводили к тому, что художники брали на вооружение и даже печатный станок использовать для создания литографии и так далее. И аукционные дома «Сотбис» первыми среди неправительственных организаций стали использовать телеграф, телефон и спутниковую связь для обеспечения торговцев. Тем не менее, когда мы говорим об артеке последних десятилетий, конечно, мы все это связываем с интернетом. И здесь необходимо отметить, что развитие интернет-технологий несколько тормозилось рынком, тому было достаточное количество причин, сейчас пытаемся их кратко перечислить. Но первое из них, знаете, когда на рынке все хорошо, не хочется ничего менять. То есть достаточно конформистским таким был и являлся до карантина арт-рынок, потому что не спешил провоцировать развитие цифровых продаж, цифрового искусства и даже внедрение онлайна. Продажи онлайна, они развивались, впрочем, приятные глазу и, значит, глазу аналитика и экспоненте, порядка 12% в год был ежегодный прирост объема продаж через онлайн-каналы. А в то время как рынок искусства, он показывал повышение объема продаж из года в год в последние 5 лет на уровне 8-8,5%. Тем не менее, вот когда я говорю «все хорошо», дело в том, что рынок искусства – рынок олигопольный, есть у нас Сотбис, Кристис, Гагасян, Дэвид Свирнер, Хойзеренвирт и другие топ-галереи, топ-дилеры, топ-аукционные дома, у которых все было в порядке, они продавали кто частным образом, кто публичными продажами, как аукционные дома и, собственно говоря, не провоцировали развитие технологий. Все это привело к тому, что к карантину в большинстве своем арт-рынок оказался не готов. Но когда я говорю, что в большинстве своем, дело в том, что перечисленные мною крупные компании, мейджоры арт-рынка, они тихо и сапо и все-таки технологии развивали. Например, в стартап Артси еще в 2010 году на заре его существования первыми его инвесторами были как раз топ-галереисты, которые просто за минимальные деньги положили руку на пульс молодого перспективного стартапа в области искусства, когда он еще не имел собственного позиционирования. Тем не менее, за счет этого они получали последние новости, последнюю аналитику вообще развития технологий и применения технологий к искусству. Поэтому такие галереи, как Гасян, Дэвид Свирнер и, скажем, аукцион Дом Собис, они оказались чуть более готовы, чем все остальные. Но вот когда мы говорим о финансировании стартапов, вот эта цифра, да, в 600 миллионов долларов и много это или мало, на самом деле, вот по нашим данным, в компании, в стартапы, которые изначально собирались сделать своим, ну скажем так, изначально базировались на идеях совместить искусство и технологии, было влито приблизительно в три раза больше денег. Другое дело, что для того, чтобы, значит, до 600 миллионов дошли до тех арт-технологических стартапов, которые остались в арт-сфере. Потому что поступая в обычный General Accelerator, из многих арт-идей делали новый Uber, новый Tinder, новый, то есть более привычные механизмы. И тогда уже вливали деньги, потому что не было, первая проблема, не было специалистов, которые бы четко понимали, как устроен рынок искусства и как его привязать к тому пути стартапа, который он обязан пройти. Это первое. Вторая причина, почему достаточно осторожно инвесторы относились, вот как раз на этой таблице. Вот мы с вами смотрим с последние несколько лет до карантина, с 17 по 19. Значит, стартапы, идеи всех, которые, ну скажем так, доходили до MVP, то есть до минимального жизнеспособного продукта, они делились на четыре части, четыре таких вот направления. Как вы видите, 64%, то есть больше всего молодые стартаперы хотели участвовать в транзакциях. То есть они делали маркетплейсы, они делали всевозможные торговые платформы, с блокчейном или без, это уже другой вопрос. Всевозможные монетизационные схемы. То есть все хотели участвовать в том вкусном куске рынка, который вкусный не только на вкус, извините за тавтологию, но еще и на вид, потому что транзакции, громкие транзакции, они у всех на слуху. Но что такое рынок транзакций с точки зрения институционального инвестора, которому стартапы потом приходят со своим институционной презентацией? Инвестор смотрит, анализирует рынок и понимает, что рынок для стартапов в области транзакций, он составляет порядка 65-68 миллиардов долларов в год. То есть это объем всех продаж искусства. С точки зрения профессионального инвестора, это очень и очень маленький рынок. Это мы на арт-рынке привыкли считать, что он большой, нам эти цифры кажутся заоблачными. А вот рынок салфеток, стаканчиков для кофе, это триллионы долларов. То есть инвесторы профессионально, они говорили, ну слушайте, ну транзакции это немножко не то, потому что слишком мало, плюс там олигополе, и вы должны еще отгрызать какую-то часть рынка. Это неинтересно, выражаясь стартаперским языком, это невкусный рынок. А вот при других направлениях незаслуженно, сейчас поймем, почему пользовались, не пользовались интересом со стороны молодых стартаперов. Это логистика, это все, что касается транспортировки искусства, его страхования, его хранения. Это слот, связанный с информацией, всевозможные таблицы, рейтинги, индексы, базы данных. Это платформы, которые бы позволяли себе осуществить поиск новых имен, то есть на английском звучит Research and Discovery, то есть это такой Art Google или Art Shazam. Вот все эти слоты, они имели по 12%. Тем не менее, если бы их объединить вместе, собственно говоря, они занимаются всем искусством, которое находится в частных руках или в музейных коллекциях. А стоимость этого искусства в частных руках только около трех триллионов долларов. И стоимость искусства, которая находится в музейных собраниях, приблизительно равна этой же сумме, ну, может быть, немного больше. То есть около семи триллионов долларов на все искусство, которое недоступно на рынке ежегодно к продаже. А это уже совсем другой разговор с инвестором. И поэтому мы всегда советовали стартапам не замыкаться на транзакциях, не идти в эту часть рынка, а идти в логистику, идти в управление коллекцией. Потому что вы имеете потенциально возможный рынок гораздо более широкий. Там, где совершенно другие деньги вращаются. Потому что все искусство, которое находится в частных руках, пусть оно и невидимо для продажи, не участвует ежегодно в аукционах, но оно менеджируется, оно ездит, оно участвует в выставках, оно капитализируется. Соответственно, то есть с ним порядка 50 операций проводится ежегодно. А все это деньги, все это рынок. И вот с таким, как бы, с такой разбивкой арт-рынок по части технологий въехал в 2020 год. Я сейчас попрошу презентацию поменять в следующую страничку. Вот посмотрите, у нас в 2020 году сходу добавился новый слот, который практически не участвовал в 2019, потому что многие считали это не коммерческой сферой, это визуализация. Потому что многие частные коллекционеры создавали себе 3D-модели, создавали себе виртуальные галереи, но это не было, то есть оно не давало кэш-флоу. И этот кэш-флоу появился у визуализаторов, стартапов в области визуализации, то есть онлайн галерей, онлайн всевозможных приложений, связанных с дополненной реальностью. До 2020 года в основном этим пользовались не коммерческие проекты, пользовались, повторюсь, частные коллекционеры, пользовались музеи. То есть это был такой себе арт Диснейленд. Но с начала 2020 года, когда коллекционеры остались в изоляции, галереи, прежде всего поняли, что галереи рынок, это 56-58% всего объема рынка искусств, то есть они продают. Соответственно, вот этот приватный рынок галереи дилеров понял, что он коллекционеров массово теряет, и им необходимо вот эту вот связь восстановить за счет чего? За счет грамотной визуализации. Поэтому появились подобные стартапы, мы сейчас по каждому из этих направлений пройдемся. А вот транзакции на фоне общим, они подупали, несмотря на то, что появилось несколько ярких стартапов, но тем не менее большое количество онлайн-галерей, вот все, которые в прошлые годы активничали в этом вопросе, они столкнулись с сумасшедшей конкуренцией, потому что транзакционные маркетплейсы, они получили конкурентов и в лице всех крупных и не очень крупных аукционных домов, которые перешли массово в онлайн, в лице топ-галерей, которые пришли в онлайн, в лице фактически всех бизнесов, которые сделали пивот в сторону онлайн-продаж. Из остальных уменьшилось только количество стартапов, которые занимаются логистикой, имею в виду появившейся в 2020 году, потому что международная логистика приостановилась. Собственно говоря, в последующие годы мы прогнозируем увеличение в этом направлении количества стартапов и идей, то есть выиграют те, кто обеспечит лучшие условия, а что значит лучшие условия? Это быстрота и удобство страхования, когда коррекционеру экономятся время и деньги этими стартапами. То есть по логистике, потому что не так, как покупать в онлайне мы уже за полгода научились, а вот как быстро доставить из разных стран мира из-за того, что логистика фактически остановилась в предметах искусства. И рост возник также в стартапах, связанных с информацией и с поиском. Особенно в отношении поиска, потому что находясь в изоляции, естественно, образование стало занятием номер один, самообразование. И коллекционеры, пытаясь самообразовываться, в том числе профессиональные коллекционеры, они порой знают о времени, о датах создания работы, вообще о том периоде, которым они занимаются порой, не всегда, но очень часто, лучше даже ведущих искусствоведов в этой области, потому что они за это еще и деньги платят. Они занялись самообразованием, они стали открывать для себя новые имена, новые рынки. И тоже сейчас посмотрим, какие именно стартапы активничали в этой области. Ну что ж, давайте мы начнем с первого. Да, Денис, сейчас буквально, я думаю, что несколько секунд, чтобы я подключилась. Денис, смотри, прежде чем, спасибо огромное за эту информацию. Действительно, за последние полгода произошло очень многое. И вот, опять же, тот отчет, на который я ссылаюсь в Длойтовске, он годовой давности. Конечно, какие-то вещи мы, естественно, не успели зафиксировать. Надеюсь, в новом мы сможем и зафиксировать. Но прежде чем мы перейдем к типологии, к примерам того, что мы можем видеть в этой области, я хотела бы, наверное, один комментарий дать и, может быть, порассуждать еще на одну тему. То есть, во-первых, действительно, один из трендов, который мы фиксируем уже какое-то время, это, в принципе, тренд на демократизацию. То есть, мир искусства становится более демократичным, там появляются новые, скажем так, целевые аудитории, новые участники, действительно, из разных-разных абсолютно и стран, и, можно даже сказать, социальных групп. И, мне кажется, как раз вот то, что происходит в арт-технологиях, помогает нам дотянуться практически до любого человека, до тех людей, до которых мы, в общем-то, наверное, и не мечтали дотянуться. И вопрос, и вот, наверное, тема, которую я хотела бы буквально немножко проговорить, насколько здесь есть такой сдвиг поколенческий. То есть, по крайней мере, когда, опять же, мы фиксируем тренды, мы видим, что вот это поколение миллениалов, которые сейчас достаточно активно участвуют во всех сферах жизни, в том числе в искусстве, да, они активны, в том числе в технологиях. Насколько вот этот вот действительно разворот в сторону технологий это ответ на какие-то вызовы и в какой степени это вот такой внутренней мотивации, какой-то внутренний драйв просто нового поколения, которое пришло и хочет делать вообще все по-другому. Вот ты как это видишь? Ну, я вижу, как видит это весь остальной рынок, то есть на практике. По итогам первых месяцев карантина и еще летом было отмечено два тренда, связанных с поколением. Ну, во-первых, я должен сказать, что к 2019-2020 году произошел существенный сдвиг в поколениях коллекционеров на рынке искусства, потому что золотое поколение 50-60-х годов, которые в те времена начали формировать свои коллекции, они стали, к сожалению, большому массово уходить из жизни. И по количеству статусных некрологов, в которых, должен отметить, зачастую присутствовало одновременно с некрологом, еще и отметка, какой именно аукционный дом уже успел получить у родственников право распоряжаться коллекцией. Это достаточно цинично, но вот такой у нас арт-рынок. И вот на смену им, казалось бы, должно было прийти поколение миллениалов, которые давно ждали. Оно было активным, но оно было настолько разрозненным. Дело в том, что где находится тот водопой, на котором приходило старое поколение. Сигарные клубы, яхт-клубы, квинтэссеншли, журналы, Deloitte и так далее. Вот что их объединяло. Их было легко таргетировать. А что касается миллениалов, учитывая различные источники их достатка, их богатства, их различные интересы, их было таргетировать очень сложно. И до последнего и аукционные дома и галереи оттягивали момент, когда придется всех миллениалов собирать вместе, потому что уж очень сильный каздев нужно было провести, чтобы их собрать. И вот первые месяцы отметили, что даже не миллениалы пришли, зашли на рынок искусства, а поколение Z, которые только-только паспорта сейчас получили. Но зашли с чего? Они зашли с пересечений, зашли с покупки кроссовок, созданных художниками. Они зашли с покупок, имеющих социальную составляющую, где можно было купить что-нибудь на распродаже и тут же выложить информацию об этом арт-объекте в Инстаграм. То есть те приложения, тоже сейчас о них расскажем, которые давали возможность гордиться, массово гордиться своим приобретением и купить что-либо с дисконтом на пересечении какого-нибудь артефакта из области предметов коллекционирования и искусства. Такое, как делает небезызвестный, даже более того, скажу, самый известный карантинный художник Каус, создавший летающий символ карантина стимпанковского Микки Мауса с иксами вместо глаз. Вот подобные артефакты, они пользуются успехом у поколения Z. А что касается старого поколения коллекционеров, то они тоже оказались достаточно адаптивны к онлайну. Дело в том, что к большому удивлению аукционных домов оказалось, что возрастные коллекционеры, собиратели искусства старых мастеров, то есть художников, творивших до середины 19 века, на них изначально онлайн не таргетировался. То есть считалось, что они, ну вот максимум, что они могут использовать, это мобильный телефон для связи с родственниками и имейлы. Нет, как только арт-рынок перешел в онлайн, оказалось, что они с радостью восприняли возможность покупать старых мастеров через интернет по двум причинам. Во-первых, в каталогах они не могли рассмотреть работы досконально, а там необходимо, естественно, смотреть на эти работы, ну скажем так, с многократным увеличением, которое аукционные каталоги, печатные, привычные, этого увеличения не давали. И, соответственно, многие отказывались от покупок или переносили их на более поздний срок или обращались в аукционный дом, чтобы совершить приватную продажу. То есть публичные в аналы, это не попадало, то есть эти сделки. А здесь они получили в высококачественном разрешении и могли приближать, отдалять, то есть фактически проводить самостоятельно первичную экспертизу. Вот этот элемент игры им оказался по вкусу старшему поколению. Второе, физические каталоги не могли вместить огромного количества всей информации, то есть полного провинанса по работам старых мастеров. А в электронном варианте с добавлением всевозможных онлайн-документов, онлайн-папок, это стало сделать проще. А как известно, чем старше искусство, тем большее количество документации необходимо для создания внутреннего аргумента в пользу приобретения его. То есть они могли изучать весь паспорт работы более досконально именно в онлайне. Поэтому я бы разделил, на мой взгляд, именно миллениалы пока что наиболее, скажем так, они не представлены в онлайне, потому что онлайн сейчас поделен между поколением Z, вот 18-24 года, и поколением старше 45, которые нашли для себя в этом свои бенефиты. Но бенефиты абсолютно разные, и искусство совершенно разное. Да, спасибо большое. Денис, тогда давай мы перейдем, наверное, к примерам. И пока мы переключаемся, я просто прокомментирую, что, наверное, одна из основных мыслей, которую мы хотели бы сегодня донести, что в нашем представлении вот все, что вокруг Артека происходит, это, наверное, начало такой новой какой-то волны и нового тренда. На наш взгляд, это все-таки не хайп, а это действительно отражение и отражение достаточно серьезных системных изменений, которые затрагивают практически все поколения, все сферы. И мне кажется, здесь можно, конечно, может быть, сожалеть о чем-то, об утраченном, о золотых временах, я не знаю, старых коллекционеров. Тем не менее, нам представляется, что действительно вот эти изменения настолько структурные и системные, что игнорировать их невозможно. И здесь нужно, конечно, за этим наблюдать, это исследовать. И для знатоков искусства, мне кажется, это та тема, за которой нужно серьезно следить. И для тех, кто хочет действительно придумать что-то новое и подумать о том, куда направить свои инвестиции, вот нам кажется, что это одна из таких перспективных историй. Денис, давай тогда покажем. Может быть, презентацию можно будет вывести, да? Да, вот мы, если можно, следующий слайд. Мы начнем с первого, который называется слота транзакций. А прежде, пока перебистывать на следующий слайд, хотел бы, во-первых, полностью выразить согласие со словами Светланы. Во-вторых, дополните информацию апдейтом на 2019-2020 год, потому что действительно с 2010 по 2018 порядка 600 миллионов долларов было вложено на уровне от прототипа до MVP инвесторами в арт-технологические стартапы. В 2019 году эта цифра была порядка 20 миллионов, извините, да, 600 миллионов. Вот, в 2019 году эта цифра была порядка 20 миллионов, а в 2020 с активизацией вот всех процессов, связанных с искусством и технологией, порядка там 46-46,5, но будем считать, что 50. 50. Действительно, карантин показал, что не только в сфере искусства, но для сферы искусства это стало актуальнее, чем для многих других сфер, что всегда нужно быть готовыми совершить пивот, всегда нужно быть готовыми к альтернативным каналам продаж, всегда нужно быть готовым к изоляции. Мы все надеемся и верим, что карантин и пандемия скоро сойдут на нет, но природа сделала нам звоночек, показав, что, что бы ни случилось, всегда нужно быть готовым к вот таким неожиданным поворотам. И для арт-рынка такой поворот – это использование технологий. Ну что ж, друзья, да, первое у нас, у нас осталось порядка 10 минут, постараемся кратко. Значит, первый транзакционный вариант, он вышел за две недели до самой пандемии, но стал, как я уже сказал, одним из ее символов. Символов – это приложение Acute Art от художника Коуз. Это приложение позволило в режиме дополненной реальности покупать работы художника. Не только покупать, но и арендовать, потому что поколение Z, которое воспитано у нас на AirBnB, и, то есть, уехал, оставил квартиру, да и пожить другому. Нет ничего постоянного все временно. Они стали арендовать его скульптуры на неделю, на две, на три. И далее, значит, это приложение давало возможность эту арендованную скульптуру включать рядом с собой в селфи, ну или в любую другую фотографию, и тут же ею делиться в социальных сетях, что в изоляции было очень и очень актуальным. Следующий, пожалуйста. Вскользь скажу, что большинство продавцов, большинство маркетплейсов ограничилось, ну, скажем так, достаточно привычными по предыдущему десятилетию вариантам, достаточно привычным вариантам онлайн-галерей, которые разве что на смену кнопки, которая называлась «связаться с галеристом для уточнения цены», появилась непосредственно цена, потому что онлайн-рынок, он был приравнен, он представлял с момента своего существования рынок приватный, а здесь цены были открыты, они стали публичными, и оказалось, что очень многие люди вот из-за повышения прозрачности стали чуть лучше покупать, больше покупать в онлайне. С чем это было, несмотря на то, что их доходы снизились в карантин, с чем это было связано? Дело в том, что карантин вскрыл такую проблему. Большое количество СМИ общественно-политических, они публиковали только информацию о топ-продажах, о самых громких сделках с искусством свыше 100 миллионов долларов, поэтому обычному человеку, любителю искусства, который еще не то чтобы коллекционером не стал, он еще не стал покупателем искусства, то есть первый шаг не сделал, для него он казался закрытым. И вот это повышение прозрачности, когда он увидел цены, когда он увидел, что по доступным ценам можно покупать искусство, раньше он просто боялся нажать кнопку, связаться с галеристом, чтобы не показать свою финансовую несостоятельность, потому что думал, что ему назовут семизначные цифры. Следующий, пожалуйста. Как я уже сказал, галереи ощутили, что они теряют связь с коллекционером, поскольку лишаются двух самых главных преимуществ проведения так называемых закрытых открытий, то есть тусовки, в которой можно было решить свои бизнес-вопросы, и проведение, и возможности оказывать услуги арт-консалтинга коллекционеру, оставаясь с ним всегда на связи. Для того, чтобы каким-то образом удержать коллекционера, галерея решила уйти в тень, оставив его один на один с художником. И большому количеству художников своих, а как мы знаем, на Западе галереи продюсируют, менеджируют карьеры художников, так вот, большому количеству художников были созданы в режиме видеосъемки 360 градусов онлайн-мастерские для того, чтобы дать коллекционеру чувство, что вот ему нечто сакральное открыли, то есть его пустили в святая святых, и действительно это спровоцировало продажи. То есть коллекционеры это оценили. Следующий, пожалуйста. Одним из таких приемов, на которые мы все можем наблюдать... А следующее, сделайте слайд, пожалуйста. Стал пример с художником Рашидом Джонсоном. Я не вижу просто, чтобы слайд поменялся, он точно там меняется? Да, спасибо большое. Рашид Джонсон, галерея, стоящая за ним, обязала его создать бесплатные обои для Zoom, для средств видеосвязи, выложить свой трек-лист в онлайн, а также создать серию видеороликов с правильным питанием и физическими упражнениями. Все это способствовало продажам, и это как один из примеров. На самом деле, очень многим художникам такие маркетинговые ходы помогли остаться на плаву. Но маркетинговые ходы связаны как раз с присутствием в онлайне. Следующий, пожалуйста. Аукционы у нас, ну, скажем так, около 30% всех аукционов, имеющих физические площадки, они имели и свои виртуальные площадки. Но порядка 95% этих физических площадок вынуждены были перейти в онлайн. Разве что только аукционы сверхдорогого алкоголя где-нибудь в британской глубинке продолжали функционировать. Ну, потому что там покупатели вируса не боятся. Соответственно, до поры до времени пока не был введен вот такой вот эффект телемостов. То есть, когда ведущий, привычный аукционист, стуча молотком, работал на несколько стран, вот как мы сейчас с вами друг друга видим, и из нескольких стран здесь в эфире Сколково. До этих пор продажи в апреле, мае, начале июня шли, скажем так, ну, достаточно вяло. Но после того, как все-таки был введен живой человек, пусть и на экране, вот эта сопричастность, вот эта сопричастность, этот фан, он был положительно воспринят коллекционерами и стали покупать больше, в том числе покупка Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов. Это результат вот такого возвращения к намекам на физические торги. То есть, все-таки люди соскучились по общению. Следующий, пожалуйста. Тем не менее, стали развиваться аукционные торги, показали, что в карантин понятие времени у человека, оно очень сильно сократилось. Человек стал дорожить своим временем. И если раньше в практике аукционных домов лоты выставлялись на аукционные торги за несколько месяцев, там, за три, за четыре месяца до продажи, чтобы люди могли внимательно их изучить, в карантин стало очевидно, что если поступать таким же образом, люди начинают уже зевать, они скучают. Поэтому было создано приложение «Фэйрборнинг» человеком, который сделал сделку для ЦАК-ририста со спасителем мира за самую дорогую работу, за 450 миллионов. Что сделал этот парень? Он создал приложение, где сверхдорогие лоты выбрасываются, то есть они объявляются за несколько дней до продажи. То есть у коллекционера всего лишь несколько дней на принятие решения, стоит, не стоит, на то, чтобы найти свободные деньги. Вот этот адреналин, которого не хватал, этот драйв, которого стал не хватать в карантин, он оказался востребованным. И спустя неделю после запуска приложения, уже «Баскет» за 10 миллионов долларов был продан в этом приложении. То есть сужается время на принятие решения, вырабатывая, провоцировали деньги на адреналин. Следующий. То есть это вот новый формат аукционного дома. Идем дальше. Следующий вариант аукциона, так называемый дроп или распродажа, аналог боксинг-дэй или дня подарка в Соединенных Штатах Америки. Это как раз для поколения Z было придумано. Аукцион в качестве конвейерной ленты. То есть ты никогда не знаешь, что выпадет следующим и с каким дисконтом. Даже если тебе не нужен этот предмет, но ты видишь, какой там дисконт, и ты хочешь опередить остальных. И в этот аукцион он предполагал, что сразу же победитель имел возможность во всех мыслимых и немыслимых социальных сетях, включая TikTok, опубликовать результаты. То есть вот такой вот скидочный аукцион – это как раз два момента. Ты покупаешь вещь по цене гораздо дешевле, чем мог бы себе. Это позволит, даже если она тебе не очень нужна. И второе – ты делаешь это на виду, опередив конкурентов. Это то, чем живет молодое поколение покупателей. Следующий. На этом же фоне активизировались платформы, которые занимались долевыми вложениями. То есть молодое поколение покупателей воспитано не только Airbnb, но и такими приложениями, как Splitwise, например, когда ты делишь своими студентами, однокурсниками по вузам свои расходы. Точно так же платформы для долевого вложения в предметы искусства, но они оказались востребованы именно молодым поколением покупателей, любителей искусства, потому что старшему поколению все-таки хочется иметь физический носитель, какую-то работу на стене. А молодому поколению можно… Молодое поколение может себе позволить иметь и процент, один процент от картины Пикассо или Ворхола. В частности, вот приложение The Art Exchange создано Инной Паженовой, издателем, владельцем конгломератора The Art Newspaper. Поэтому на сегодняшний день наиболее совершенное… Так, куда я выпал, друзья? Что-то такое произошло? Да, следующий можно, пожалуйста. То есть, после успеха The Art Newspaper, следующий вариант, то есть, следующий успех, который ждет Инну Паженову, конечно же, будет связан с The Art Exchange. Могу я попросить, да. Пожалуй, самое последнее приложение в категории маркетплейсов, это как следующая ступень эволюции, многими прогнозировалось, это Телеграм-бот, который позволяет менять вещи на искусство, а искусство на вещи, то есть, минуя стадию денег. Ну, потому что в карантин у многих денег, денег живых нет, а мы все понимаем, что кризис перепроизводства, он нас подвигает к тому, что мы должны избавляться от тех вещей, достойных вещей, которые нам не нужны. И вот было создано в России, надо полагать, ну, потому что русскоязычная, никто не знает, кто за этим стоит, но был создан анонимный Телеграм-бот, который позволяет менять предметы искусства на вещи, и пользуется, несмотря на запуск несколько недель назад, уже пользуется большой популярностью и среди молодых художников, и среди покупателей работ, которые в карантин сделали свои покупки, ну, и среди тех, кто готов вещи обменять на искусство. Следующий, пожалуйста. Мы с вами переходим... Окей. Да, друзья, да, следующий. Вот визуализация. Здесь буквально несколько слайдов. Значит, одновременно с презентацией отчета на глобальной конференции Deloitte Art Finance в прошлом году, там же на этой конференции в Монако была презентована компания VR All Art, в то время менее коммерческая, сейчас она максимально коммерческая, которая создает виртуальное пространство для коллекционеров, для музеев, ну и, соответственно, для галерей, потому что сейчас не только и не столько нужно показать и дать информацию о предмете искусства, как показать его в интерьере, как показать, как дать понимание о том, как... какого цвета ты хочешь этот предмет, это искусство. Активизировалось такое направление, как Art on Demand, то есть искусство на заказ. В карантин, в кризис художники, особенно скульпторы, не могут себе позволить создавать предметы искусства впрок, ну то есть они не могут себе позволить вкладывать деньги для того, чтобы это искусство производилось, оно где-то складируется, потому что они тратят деньги на материалы, и они тратят деньги на то, что... на склад, на хранение. Поэтому вот приложения, подобные VR All Art, позволяют показать коллекционеру, который хотел бы что-то заказать у художника наперед, показать что-либо в 3D, и он сможет это встроить себе в собственный интерьер и поиграть с цветом, с размером. И только тогда, сделав предоплату, уже пересылает файл художнику, и художник или скульптор создаёт предмет искусства уже по лекалам, выбранным непосредственно будущим владельцам. И оба от этого выигрыши. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий у нас это логистика, это компания Rockbox, которая... я сказал, что логистика, приложения по логистике, они были очень серьёзно с ужиной, но тем не менее, одна компания, она выстрелила, она создаёт кейсы для надёжного хранения и перетранспортировки предметов искусства, но в карантин они оказались очень востребованными по двум причинам. Во-первых, они были созданы из материалов, из пластика, который был поднят со дна Тихого океана. Вот, это переработанный, это эко-мотив. То есть люди задумывались не только о собственном образовании, но ещё об экологии. Поэтому многие коллекционеры, которые, скажем так, заботятся об окружающей среде, скажем так, не только для своей публичности, но и для своих каких-то гуманистическими целями, они, естественно, эти коробки массово закупили. А вторая причина в том, что подобная тара, она может быть использована и во время карантина для экспозиции, потому что большое количество коллекционеров как раз, наоборот, забирают из привычных хранилищ работы к себе домой. И там их хранят. Почему? Потому что её можно продать в любой момент. На 50% опустили хранилища, то есть и галеристы, и ардилеры, и коллекционеры перевезли искусство поближе к точке возможной продажи. А в подобных коробках оно выглядит, естественно, очень презентабельно, даже если ты дома разворачиваешь подобную экспозицию. Следующий, пожалуйста, слайд. Информация. Ну и два последних быстро. Значит, ну, Google Art Project, мы его сюда включили. Он хоть в 2020 году не появился, появился в 2010 году. Тем не менее, в 2020 году на 20% он увеличил количество галерей и музеев, информацию, которых он стал обрабатывать для создания виртуальной галереи. На данный момент 2600 уже у него музеев и галерей доступно для пользования. Следующий, пожалуйста. Следующее приложение называется Glass. Это тоже привычный нынешнему человеку инструмент. Это онлайн-чат WhatsApp, но там тоже сидит бот, то есть электронный разум. В этот чат вы можете отправить изображение, интересующее вас картины, которое вызывает вопросы. И в ответ вы получите полную информацию о том, где эта картина выставлялась, была выставлена в аукционе, то есть фактически это поиск провинанса. Создатели этого приложения сделали его именно в виде WhatsApp-чата, как и в случае фреша, треша, телеграм-бота, потому что люди привыкли общаться в мессенджерах. То есть загружать новое приложение порой не с руки уже, а вот задать вопрос как своему собеседнику, плюс увеличение доверия. Ты отправляешь что-то в чат, как будто ты этого человека знаешь лично. И уже искусственный интеллект тебе отправляет сообщение на основе собственной базы. Это очень интересный ход. Друзья, следующее, пожалуйста. Дальше поиск. Поиск Research and Development. Значит, у нас прежде всего это касается поиска коллекционерами молодых художников. И здесь, конечно, пальма первенства принадлежит компании Хойзер и Вирт, потому что это одна из топ-шести галерей, которые разработали, во-первых, это нужно сказать отдельно, стартап, который делал виртуальные галереи, он к ним обращался за год до того, в 2019 году, и с вопросом, с просьбой инвестировать в них порядка 500 тысяч долларов, то есть полмиллиона. Этому стартапу было отказано, стартап ArtLab из Калифорнии, из Кремниевой долины. Значит, в марте 2020 года эта же галерея нашла этот стартап, передоговорилась с ним и уже вложила в него 21 миллион долларов. Сколько упало непосредственно учредителям, неизвестно, но в стартап влили 21 миллион долларов. Это говорит о том, что только с наступлением карантина топ-галереи поняли важность вообще технологий. Так вот, это онлайн-резиденция для художников, которая позволит художникам из разных стран мира потенциально виртуальных шлемов средствами цифрового, значит, средствами создания цифрового искусства у себя, значит, находясь в странах, создавать работы и при этом находиться на виду у коллекционеров, которые также будут заходить вот в такую виртуальную резиденцию, видеть этих художников в виде работающих аватаров, ну а дальше оценивать их работы, там будет и конкурс, и жюри, ну мы все знаем, что такое резиденция офлайн для художников, как один из мощнейших инструментов продвижения. И следующий стартап, который в этой же группе, он, по-моему, последний, да, COVID-ART, значит, несмотря на созвучность с официальной аббревиатурой причины нашей пандемии, вот COVID-ART это британский стартап, инкубатор молодых художников, то есть не только акселератор для стартапов, но инкубатор молодых художников создан как раз по причине того, что меняется отношение коллекционеров к молодым художникам, к маркетингово-активным художникам. Коллекционер понимает, что баскет, который висит у него там за спиной, он не работает в карантин, его не сдашь в музей, он не теряет стоимости, но он и не растет. А молодой художник за это время вырос 2-3 раза, особенно если он на виду, он ведет вебинары, он как мы сейчас... ...с вами окончается, молодым художникам дать вот этот инструмент продвижения, был создан подобный инкубатор в Великобритании, тоже очень интересный стартап. Друзья, следующий, пожалуйста. Да, ну и вот непосредственно наш уже озвученный акселератор, это будет самый короткий слайд, да, он называется Fuel Arts, и надеемся, что с нового сезона он полноценно запустится в Нью-Йорке. В данный момент мы во время карантина проводили приватную акселерацию для тех стартапов, которые не согласились ждать первого набора, и 4 стартапа, скажем так, по итогам карантина, ближе к концу года, анонсируем, они все из разных областей, там есть и российские, и украинские стартапы, и Соединенных Штатов, и даже африканский стартап. Вот. Не из вот этих общественно-политических движений, а просто потому, что они очень-очень крутые. Вот. Ну, друзья, по-моему, это был последний сайт. Денис, спасибо тебе огромное. Денис, спасибо большое. Действительно, очень много интересных и новых историй. И чем я хотела бы закончить, когда мы с Денисом обсуждали вообще, какие стартапы показывать и вообще о чем рассказывать. Один из вопросов, на который мы, наверное, смотрели, это вообще, насколько Россия является активным участником вот этого движения, насколько россияне активно участвуют именно в Артеке. И по таким, наверное, может быть, high-level оценкам, где-то порядка, наверное, 30 артековских стартапов так или иначе имеют в своем составе российские имена, да, такие Russian roots. Вот. И мы тоже думали о том, почему это происходит, почему именно вот в этом направлении россияне настолько успешны. И, наверное, есть две гипотезы. Гипотезы – это креативность и умение действовать в неопределенности. Вот. Поэтому, наверное, чем я хотела бы закончить, что действительно это очень интересное, очень перспективное направление. На наш взгляд это не хайп, это действительно начало такой новой эры. И мне кажется, что мы здесь можем вписать свои светлые имена в летопись о новых свершениях. Так что спасибо огромное. Денис, спасибо большое, что ты присоединился. Коллеги, спасибо, что вы нас слушали. Следите за нами в соцсетях. Мы будем продолжать рассказывать и говорить об этой интересной теме. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Инвестируйте в стартапы и любите друг друга.